Девятая глава И какой-то новый странный змей Вот, 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 вот Нам дают поиграть за мэй, которую я активно хочу себе получить Я активно над этим работаю Что ж, несите Несите мне эту мэй Разве этого парня не убил Шекзаль в Арк-Сити? Вы посмотрите, какая же прелесть Неужели погиб его двойник? Смерть Короче, несет хрень какую-то о жизни и смерти Да, не удивляйтесь Змей не подчиняется смерти Надоедливый... Надоедливый насекомый сорвал нашу сделку Но контракты следует выполнять даже после смерти А... Контракты? Ха-ха Ты не дал нам никакой информации Еще и Шекзаль за нами увязался А, извините Шекзаль немного усложнил нашу сделку Но я уже передал информацию, как и обещал Какую? Хитогат-робот Моу формат-то салетер ва Но... Нингё была отформатирована Корректировочка Поправочка Это вы ее отформатировали Вам следует решить эту проблему самостоятельно В смысле мы А теперь, когда я выполнил свою часть сделку И помог В общем, а теперь Как там с тем, что мне было обещано Так, подожди-ка Подождите-ка Квантовая штуковина Нингё снова активизировалась Невозможно Я думал, что... Внимание Серый Змей использует ее, чтобы взломать линкор Скоро он возьмет под свой контроль Гиперион Отключите Нингё от системы Подождите, то есть Его часть сдел... Это кто предложил променять Гиперион На фоточку с Кианой? Это кто такой главный симп Кианы у нас? Мы опоздали Он уже установил Он уже Загрузил систему вирус Системы вооружения Отключены Сенсорные системы Отключены Гиперион Совершает вынужденную Посадку Проклятье Он заблокировал все модули Директор Наши эти Часовые заметили Неопознанных роботов Которые Пытаются подняться На борт корабля Чего хочет Серый Змей? Да меня не волнует Что он хочет Профессор Я рассчитываю На то, что вы с Броней Вернете Гиперион Под контроль Ага Принято А я Займусь Врагами На борту Посмотрим Что задумал Змей Так Ну Кианочка Ой Кианочка Мэйчка Простите Так подожди Ты покажи Холду свою Так ладно К ней Определенно Нужно привыкать Но она Классная Она все равно Классная Мне нужна Эта Мэй Ничего Не знаю Мы Еще и Ультанем Наверное В итоге Мне просто Нужна Эта Мэй А может Даже Две Она Прекрасна Ультануть Ультануть Просто Дайте Ультануть Там уже Ульта Готова Пока Тереза Сражалась С захватчиками Доктор Энштейн Приступила К другой Задаче Теперь Когда У сервозмея Есть Мейнфрейм Давайте Попробуем Какими Другие Способы Обойти Его И Вернуть Контроль Эйри Эйнс Подключись К гипериону Бот Напарник Эйнштейна Развернулся И подошел К Панели Управления Он Подключился К Нескольким Портам Гипериона Для Запуска Протокола Обхода Мейнфрейма Мейнфрейма Моим Дело Не с обычным Хакером Броня Мне нужна Твоя помощь Чтобы Подключиться К Виртуальному Пространству Данных Корабля Броня Поняла Установлены Внешние Нейронные Связи Синхронизация Броня Глубоко Погрузилась В данные В которых Сходились Базы данных Гипериона И Эйнса И Эйнса Это Игра Взрослых Броня Зайчик Не Вымешивайся Господи Когда Такой Пафосный Голос С Таким Пафосным Внешним Видом Говорит Броня Зайчик Ладно Ты знаешь Полное Имя Броня На костюмчике У Броня Написано Броня Я не уделюсь Если там Мелким шрифтом Под надписью Броня Написано Зайчик Тогда Броня Должна Была Спросить Что-то Типа Ты умеешь Читать Да Змей Средит За тобой Я знаю О тебе Все Броня Это Не Первоапрельская Шутка Шутка Шутки Змея Не Смешные Немедленно Выйди Из Системы Гиприона Ты Ведь Ничего Не Знаешь Броня Зайчик Ведь Наша Сила Превосходит Твое Твои Самые Безумные Фантазии Змей Дал Нам Истину Задолго До того Как Человечество Осознало Природу Жизни Он Говорит О библейском Змее Что ли О том Самом Который Который Типа Вкуснее Яблочко А Тогда Понятно Почему Сектой Называют А для Нас Мир Это Ничто Иное Как Поток Данных Река Данных Которая Приливает Отливает Тоже Самое И С Воспоминаниями Я Чувствую Твоё Недоверие Поэтому Я Докажу Тебе Так Что мы Можем Сделать Какие Выводы Мы Можем Сделать Это Мой Прекрасно Змей Поехавший Цифровое Море Где Мои Плюшки Где Мои Триги Ага А я Не Отступлюсь Пока Мы Не Выбьем Себе Ховы Я Из Этой Гачи Не Уйду А А Меня Так Просто Отсюда Не Изгнать Ага Угу Но Мы Были Близки Ну Да Там Там Наверное Шпинат Правильный Перевод Был Что-то Наподобие Знаешь Подобно Океану Данных Со своими Приливами И отливами Да Ну Поехали Дальше Ну Ну Какой Из Змеи Пафосно Оказался А А Игра За броню Нет Не Хотеть А А Это Что Змея Надо Тыкать Боник А В смысле А ты тыкаться Будешь Нет Школа Святой Фрейи В окне Место Которое Ты называешь Своим Домом Теперь Оно Теперь Оно Короче Теперь Оно Все В огне А Вот Броня Не Видела Ничего Кроме Кроме Огненного Моря Которое Пожирало Знакомое Ей Пейзажи Издания Школа Горит Нет Это Иллюзия Иллюзия Я Проник В твои Воспоминания И увидел То И увидел Твой Самый Главный Страх И Он Нашептывает Тебе Что Ты И Остальные Предали Шекзаль И за Это Придется Заплатить Сожжением Святой Фрейи Смотритель Разрушит Школу Каждое Здание Превратится В руины А Каждая Валькирия В Холодный Труп Это Темный Ужас Становится Все Сильнее В Твоем Хрупком Сердце Это Разрывает Тебя На части Он Правда Может Читать Мысли Брони Тогда Брони Нужно Подумать О Еде Ладно Броник Поехали Он Слишком Много Себе Позволяет И Шарики Такие Летят Медленно Ну Верно А В А А А Это Не То Место Где Вэнти Была Нет Я Знаю Все О Тебе Броня Ты Для У меня Открытая Книга Не Тут Либо Из Вентибл Да Нет Вроде Цветы Не Те Броня Не Привыкать К Страху Броня Росла В Страхе И Питалась Страхом Страх Был Другом Броня Фига Себе Загнуло Фига Себе Загнуло Хм Да Понятно Прямая Девочка Маленькая Девочка Не Беспокойся Моя игра Только Началась Давай Повеселимся Прежде чем Я Прежде чем Я Закончу Ты Уверен Что Хочешь Да Вэнди Это Та Самая Арена Боя С Вэнди И Он Заставляет Броню Сражаться Свенди Так Ладно Я не совсем Понимаю Что На броне Стоит Делать После Дэша Ну да Ладно А Я понял Или не понял Но я Я пытаюсь Понять Если честно Не Самый Приятный Враг Знаете Для Брони Когда Броней Я Управляю Это Вообще Ни разу Не Самый Приятный Враг Ай И Ногами Ногами В спину А как же Там Честь Хершеров Я не знаю Как это Правильно Назвать То Просто Боник А мы То Конечно С вами Справимся ХП Нам Позволяет Но Но Блин Это Были Странные Боньки Да И Весь Тодбой В целом То Странный Ну Это Я И Броня Это Почти Как Я И Рита Только Хуже В Несколько Раз Короче Давайте Держать Максимальную Дистанцию И Настреливать Оттуда Так Так Наверное Безопаснее Ну Короче 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 Броня Справилась Четвертым Хершером С Венди Четвертый Хершер Вернулся В Новую Зеландию Ну И как Ну И как Тебе На вкус Это Воспоминание Она Потеряла Свои Красивые Ноги Примерно В том же Возрасте И по Той же Причине Что И ты Трагедия Венди Оставила Трагедия Венди Заставила Тебя Страдать Потому Что Ну Короче Это Все Должно Было Глубоко Запасть Тебе В сердце То Что С ней Случилось Их Даже Забрал У вас Один И тот Ж Человек Ноги Ваша Милая Матушка Как Оли Ты Выглядишь Уставший Просто Приляж Девочка Допустим Ну Знаете Когда Броня Кажется Такой Маленькой Наивной А на деле А на деле Она Жила В страхе Росла В страхе И питалась Страхом Типа А вот А вот Внезапно Броня Броня О Снова Наша Любимая Мэй Хотя Чую Это Наша Моя Любимая Мэй Делиться Я Не Намерен Верхняя Палуба Гипериона Директор Два Враждебных Роботов Пытаются Перебраться На Борт Из Сектора С4 С4 Доктор Тесла Эти Роботы Мирового Змея Очень уж Похожи На Боевые Единицы Антиэнтропии Ненавижу Это Признавать Но Это Правда Пневмоприводы Металлические Панцири Самонаводящиеся Эти Я Короче Узнаю Эти Особенности Они Только Цвет Изменили В общем Они Украли Просто Все Это Дело Так Погнали Погнали Тыкать Мейкой Которая Я Надеюсь У меня Скоро Появится Причем Именно В этом Костюме Другие Мои Мне Не Нужны Ну Кроме Кроме Мэй Хершера Так Ладно Там Щиток Пусть Пробивается Мы Пока Постараемся Тут Хотя Надо Наверное Было С Терри Терри Щиток Ломать А Так Оно Померло Сразу Как Щиток Сломался Я Понял Короче Да Это Мехи Антинтропии Просто Другого Цвета Суровенько А Враги В общем Уничтожены Директор Тереза Мэй Готовьтесь Нам Нужно Отправиться В машинное Отделение Там Где Находится Главный Двигатель Селены А Верно Мы Разрабатываем Оружие Против Конкая И Двигатель Сирены Самое Лучшее Оружие Мы Установили Его На Гиперионе И Впервые Использовали В бою Вы Видели На Что Он Способен Энергетический Луч Который Он Выпустил Обездвижил Ахершера И Высосал Из нее Энергию Ханкая Да Это То Чем Мы В Киану Пульнули Да Ведь А мы Были Так Близки Эффективность Преобразования Двигателя Была Все Еще Слишком Низкой Нам Нам Нужны Более Лучшие Технологии И Мы Искали Новые Таланты По Всему Миру После Второго Извержения Ханкая Антиэнтропия Приобрела Многие Промышленные Компании Такие Как Конструкторное Конструкторское Бюро Микоян Че Че За Микоян Но Таким Быстрым Расширением Воспользовалась И Секретная Организация Ты Хочешь Сказать Что Мировой Змей Попала Внутри Антиэнтропии Типа Кротик Завелся А Это Ведь Очевидно Правда Вы Только Посмотрите На Этих Роботов Крот Ворует И Продает Наши Эти Разработки А Ты Можешь Хотя Б Представить Кто Крыса Мы Санштейна Мы Несколько Подозревали Один Из Них Коколия Но Нам Нужны Более Веские Доказательства То Есть Крыса Это Прям Коколия Это Прям Большая Мыш Уже Огромная Мыш Размером С Крысу Короче В Антиэнтропии Беспорядок Творится Но Это Я Объясню Позже Теперь Нам Нужно Как можно Скорее Очистить Все Машинное Отделение Погнали Что Нам Остается К тому же За Мэй Это Делать Приятно Не Не Удержался Хоть Разок Утануть То Нужно Была Там Вторая Ульта Летела Еще Эти Мехи Как Правильно Назвать Вот Эти Мехи Только Не Позеры Знаете А Как Правильно Короче Паленые Мехи Во Назовем Их Так Я Вас Всех Переплавлю Это Атака Прям Слабее Чем Я Думала Возможно Мы Неправильно Типа Поняли Сервозмею Не Нужен Двигатель Но 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 Что-то Ему Определенно Нужно Зачем То Что Он Сюда Притащился И Ребят Все На Сегодня Мы Будем Заканчивать Потому Что Что Мне В Таком Состоянии Стримить Особо Долго Вообще Не Улыбается Но Мы Приблизились Хотя бы К Концу Девятой Главы Она Вот Конец Где-то Прямо Рядышком Не За Горами Поэтому Ребят На этом Все Спасибо Большое За Просмотр И Пока